Сегодня необычный день для партии ШОР. Сегодня объявлен мирный митинг, очередной протестный митинг против нищеты, безденежья и кроме той жизни, которую сегодня опустила нынешняя власть жителей республики Молдова. Утро началось вообще необычно. Сегодня во всех офисах Вулканешт, Камрата, Чедерлунги начались обыски в офисах партии ШОР. Мы понимаем, что первый тур выборов Башкана в Гагаузи был нежелательным для правящей партии из восьми кандидатов. Кандидат от партии ШОР Евгения Гуцул прошла сразу во второй тур. На первом месте она стоит. И сегодня вся партия во главе с начальником штаба по выборам Башкана-Гагаузи Павел Вережан работают непосредственно по подготовке к 14 мая, ко второму туру. Мы прекрасно понимали, что не выставив своего кандидата правящая партия, так же, как и в Бельцах, если вы помните, ночью сняла Марину Таубер за пирожки и булочки с выборов примара муниципи Бельцы. Конечно, мы понимали, что Гагаузия – это тот район, причем многочисленный район, это автономия, единственная автономия в республике. И, конечно же, это не радовало и не радует правящую партию. Мы ждали, что какие-то все-таки провокации будут. И вот сегодня обыски. Причем обыски у всех активистов, которые возглавляли партийные организации и штабы по выборам Башкана-Гагаузии – это Павел Вережан, это Александр Петров. Насколько известно, у Григория Свеклы, который сейчас находится в Вулканештах, а живет в Аргееве. В Аргееве в артире были обыски. И сегодня в эти минуты продолжает работу прокуроры и следователи Чиня по задержаниям и обыскам. Конечно, мы понимаем, какая цель – снять кандидата от партии Шор во втором туре с выборов Башкана-Гагаузии. Мы считаем, что эти действия правящая партия еще раз доказывает, что она боится партии Шор. Она боится людей, которые поддерживают партию Шор. И сегодня действительно в Гагаузии люди хотят перемен. И люди поверили партии Шор. Тем более рядом с ними находится Тараклия, где три с половиной года примар Вячеслав Лупа. Вчера был как раз День города. И там представители автономии были на этих праздниках. Они видят изменения в Тараклии. Они хотят эти изменения и у себя. Точно так, как в прошлом году хотели этих изменений жители города Бельц. Не хотят партию Шор, что было у власти. В регионах хотя бы. Не хотят принимать проекты партии Шор в парламенте, который для людей. Мы это все прекрасно понимаем. Поэтому это давление и узурпация власти, которая сегодня есть, она и привела к тому, что сегодня происходит. Есть ли данные, даже если они не подтверждены, о задержаниях членов партии? На утро я слышала только о том, что задержали Александра в Камрате. А вот буквально сейчас, когда мы вышли от ветеранов, в Великой Отечественной войне, мы сегодня поздравляли. Якобы есть информация, что задержали и Павла Вережана, примара муниципи Архей. И он был начальником штаба по выборам. Александр в Камрате. Это у нас кто? Он председатель территориальной организации Камрата и Камратского района. Что будет делать партия в данном конкретном случае? Естественно, будут работать адвокаты, так как это всегда и было. И будем отстаивать свои позиции. Спасибо. Все. Спасибо. Спасибо.